История человечества Это бесконечная борьба Добра и зла Это непрекращающийся конфликт Между Божьей правдой и дьявольской ложью Наша история после грехопадения Это история глобального обмана В сети, которого попали Драгоценные человеческие души Созданные по образу и подобию Божьей Информация несущая жизнь Информация несущая смерть А между ними люди Информационная битва не прекращается ни днем, ни ночью И до тех пор, пока мы на земле Этот конфликт Будет продолжаться Обман Мели Сеет горе И умножает смерть Это формула проклятия Познайте истину И истина сделает вас свободными Это формула благословения По каким формулам будет строиться наше будущее Это наш выбор Та ир мусу извели Тема моей проповеди Спасающая правда Бог этот мир Сотворил прекрасно И совершенном Бог этот мир сотворил для счастья Любви и наслаждения Бог сотворил человека Как свое отражение Он сотворил его по образу И подобию своему Для того, чтобы видеть в человеке Свою красоту Свою мудрость Свой размах И высоту Для того, чтобы общаться Сотрудничать И усовершенствовать созданный им мир Бог сотворил человека Для того, чтобы люди на земле Могли воспроизвести то Что Бог творил на небе Небо и земля Это единая территория Царства Божьего Небо принадлежит Богу А землю Бог дал Сынам человеческим В основе любой власти Закон Конституция Конституция И в основе Царства Божьего Тоже закон И тоже Конституция Причем Конституция Единая Как для тех, кто живет на небе Так же и для тех, кто живет на земле И этой Конституция Является Слово Божье Которым были сотворены веки Это Слово Божье Которым были сотворены небо И земля Как написано в 92-м псалме Господь царствует Он облечен величием Облечен Господь могуществом И припоясан Поэтому вселенная тверда И не подвигнется Престол твой Утвержден Искони Псалом 96.2 Основание престола его Правда И суд В основании престола Божьего Правда Это и есть Конституция Но почему правда и суд В основе любого сильного И процветающего государства Не просто закон Но закон защищенный И в основе Божьего царства Не просто правда Правда защищенная До тех пор пока правда защищена Царство Божье стоит твердо И непоколебимо До тех пор пока правда Божья защищена В нашем сердце В наших домах В наших церквах В наших городах В нашем обществе Мы будем защищены И Бог будет защищать нас Если ты защищаешь Правду Божью Бог будет защищать тебя До тех пор Пока мы защищаем Его законы И Его правду Мы живем под кровом Всевышнего И под сенью всемогущего Покоимся Вот почему Иисус сказал Прежде всего Ищите Царство Божьего И правды Его И поэтому все остальное Приложится вам Там, где Царство Божье Там и правда Божья Защищая правду Мы защищаем Царство Божье Пока закон Божий И Его Конституция И Его заповеди Были защищены На территории Едема Наши прародители Адам и Ева Полноценно и счастливо Жили на этой земле Там, в Едеме Не было врачей и больниц Потому что никто не болел Там не было замков И сигнализации Потому что никто не воровал Там не было полицейских И там не было тюрем Потому что никто не воровал И не было преступников Там не было гробов и кладбищ Потому что никто не умирал Бог создал этот мир Для счастья Любви И наслаждения Пока однажды не произошло Что-то страшное И непредсказуемое Произошло грехопадение Трагедия Теракт планетарного масштаба Дьявол покушался Не на второстепенные вещи Дьявол покушался На самое главное Он покушался На основание Божественной власти В жизни первых людей Он покушался На правду А подлинно ли Бог сказал Вчера была одна правда Вчера была одна заповедь И одна точка зрения Не вкушайте от этого плода Ибо день в который вы вкусите Смертью умрете Но сегодня Появляется альтернатива Вкушайте И станете как боги Или вы умрете Или станете как боги Что делать Адам и Ева Не знали что такое смерть И в то же время Они не знали что такое быть богом Где правда И где же истина Бог говорит одно А дьявол говорит другое Запомните друзья Главное оружие Бога Это правда и истина И главное оружие дьявола Это обман и ложь Писание говорит Иоанна 8.44 Дьявол был человекоубийца От начала И не устоял в истине Ибо нет в нем истины Нет в нем истины Истина во Христе Иисусе Когда дьявол говорит ложь Он говорит свое Ибо он лжец И отец лжи Ложь это его сущность Ложь это его философия Это основа его влияния У него нет истины Потому что он не устоял в истине Он был с Богом Он был рядом с ним Он обладал истиной Но возгордился и согрешил И был низвержен с неба На эту землю Потеряв все Чем он обладал И поскольку он утратил истину Осталась только ложь И когда он говорит ложь Он говорит свое Для того чтобы губить Человеческие души Все что он сказал Еве От начала до конца Это чудовищная ложь Когда он говорит ложь Он говорит свое Для того Чтобы губить человеческие души Но откуда могла Ева знать Что это ложь Неопытность Наивность Я не знаю какая подлинная причина Но информация лжи Смешавшись с информацией истины Она наполнила сознание первых людей И в этих мутных потоках Обманутая женщина Переступила запретную черту Первые люди вкусили запретный плод Но стать богами почему-то не вышло Нет Адам не бог А Ева не богиня Увы Такая яркая реклама И такая горькая расплата Богами они не стали Они пережили внутри себя Что-то новое Необычайное Страшное Разъедающее Они почувствовали горькое ощущение стыда Позора И страшное предчувствие Надвигающейся беды Бог вышел На Едемские аллеи И как всегда Он вопросил Адам где ты? Его не было И где-то из-за кустов Испуганный голос Мы не можем встречаться Мы увидели, что мы наги И устытились Кто внушил вам Не покоряться истине И Бог спросил Не ел ли ты От плода Которые я запретил Да, мы вкусили Обманутые люди Вкусили запретный плод Обманутые люди Лишились славы Божией И были изгнаны из рая На проклятую землю Чтобы в поте лица Добывать свой хлеб Опустили Идемские аллеи Опустили Не в срок Не успели Обжиться в колыбели Опустел восток Разлука Врывается без стука Чей-то вздох Злая мука Проклятые люди И печальный Одинокий Бог Обман приносит горе И сеет смерть В судьбе обманутых людей Свирепствует дьявол Превращая судьбу Этого человека В бесконечные Нескончаемые Страдания До тех пор Пока мы защищаем Божью правду Бог защищает нас Правда Божья Это мандат Который дает нам право Обитать На территории Царства Божьего И рассчитывать На его защиту И рассчитывать На его помощь Теряя этот мандат Мы теряем право И оказываемся Изгоями Царства Божьего Такова Правда Жизни Кто кем побежден Тот тому и раб Обманутые Адам и Ева Были изгнаны Израиля Обманутый Каин Убил своего Невинного Брата Авеля Он думал Что Страдания Его закончат Но после того Когда Впервые Пролилась Невинная Кровь Все только Началось Пришел Обман Пришло И горе Обманутый Лот Со своей Женой Ушли От Авраама Они думали Что Вот Вот Начнется Независимая Счастливая Жизнь И тот же Голос Шептал На ухо Вкушайте 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 Не умрете Не умрете Будете Как Боги Один и тот же Перекресток Один и тот же Плод Запретный Опять Одна и та же Яркая Реклама И такие Горькие Плоды И такие Горькие Плоды Боже мой Пришел Обман Пришло И горе Когда Горели Содом И Гамора С синим Пламенем Сгорело Все Что Они Нажили Жена Превратилась В соляной Столб А под старость лет Где-то в дикой пещере Родные дочери Напоившие отца Изнасиловали его В судьбе обманутых людей Свирепствует дьявол И жизнь превращается в нескончаемые Страдания и мучения Обманутый Саул Пошел к волшебнице Чтобы узнать свое будущее Но был отвергнут Богом Закончил жизнь Самоубийство Обманутый Иуда Продал Христа За 30 серебряников Пришел к фарисеям Что вы мне дадите Он так мечтал Наконец-то состояться Он так мечтал Быть настоящим мужиком Он так мечтал Быть настоящим лидером И тот же голос Шептал Вкуси И станешь как Бог Увы Богом не стал Пошел И удавился Обман Приносит горе И сеет смерть Нам всем нужна Спасающая правда Обманутый Израиль Кричал Распни 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 его Им казалось Что он мешает Процветающему государству Нет у нас царя Кроме кесаря Убили К злодеям был причтен Пришел кесарь И стер с лица земли Этот великий Славный город Обман рождает горе И сеет смерть И чем дальше мы от Бога Тем больше горе Тем больше страдаем Нам каждому необходимо Божья спасительная правда Обманутый Савл Гнал Божью церковь Дыша угрозами Влачил мужчин и женщин Умножая печаль и горе Он сеял смерть Пока однажды По дороге в Дамаск Лицом к лицу Не встретился с тем С кем так яростно сражался Всю свою сознательную жизнь Правда Божья Разоблачает дьявольскую ложь И человек Вдруг начинает Видеть себя в другом свете Когда правда Божья Разоблачает Лживые аргументы дьявола Человеку предоставляется Уникальная возможность Посмотреть на себя Божьими глазами Его осиял Божий свет И он вдруг понял Что Иисус Не враг и не соперник А лучший друг А церковь Божья Это не враждебный лагерь А родная семья И отчий дом Обман закончился Закончилось и горе Жестокий инквизитор Превратился в апостола Христова Моя молитва Чтобы такая же встреча Сегодня произошла С кем-то из нас На этом месте Чтобы чешуя обмана Упала с наших глаз И мы увидели Себя глазами Божьими И я молюсь И я думаю Что мы здесь Все вместе молимся Чтобы на этом месте В судьбе Кого-то из присутствующих Правда Божья Разоблачила Всякую дьявольскую ложь Если обман Это открытые двери Дьявола В судьбу людей То правда Божья Это открытые двери Для спасителя Иисуса Христа Дьявол пришел Чтобы украсть, убить и погубить Но Иисус Христос Пришел разрушить Дела дьявола Уважаемые друзья Не давайте место дьяволу Библия говорит Так как они не заботились Иметь Бога в разуме Так как они не заботились Чтобы правда Божья Утвердилась в разуме Там утвердилась ложь Давайте позаботимся о том Чтобы наш разум Не превратился в мусорный контейнер Для всякой дьявольской лжи Давайте позаботимся о том Чтобы наш разум Был сокровищницей Драгоценных вечных истин Которые Бог открывает Во Христе Иисусе Давайте молиться чаще Дух Святой Пленяй наше помышление В послушание Иисусу Христу Чтобы нам никогда Не оказаться Жертвой дьявольского обмана Познайте истину И истина сделает вас свободными И если Сын освободит То истинно свободны Будете Спасение человека Что это такое? По моему глубокому убеждению Спасение человека Это не что иное Как роковое столкновение Столкновение Божьей правды С сатанинской ложью Истина Божья Разоблачая лживые аргументы дьявола Возвращают человеку Возвращают человеку Спасение Восстановление Утраченную славу И полноценную жизнь Если обман Приносит горе И сеет смерть То правда Божья Приносит благословение И вечную жизнь Халлелуя Я убежден Что этот вечер Господь приготовил для многих Он видел тебя Задолго до того Как кто-то пригласил тебя сюда Он видел тебя Задолго до того Как ты получил приглашение Он знает твои проблемы Он знает все твои нужды И я отвечаю Он приготовил для тебя Ответы Он приготовил для тебя Решение всех твоих проблем Халлелуя Я убежден Что в этот вечер Для кого-то откроется Правда Божья И разоблаченный дьявол С позором уйдет Из твоей жизни И Бог перелеснет Новую страницу Твоей судьбы Халлелуя Давайте откроем Иоанна 8 Есть такая Очень глубокая Интересная история Иоанна 8 Иисус Пошел на гору Ильонскую А утром опять пришел Храм И весь народ шел к нему Он сел и учил их Тут книжники и фарисеи Привели к нему женщину Взятую в прелюбодеяние И поставившие ее посреди Сказали ему Учитель Эта женщина Взята в прелюбодеяние А Моисея в законе Заповедал нам Побивать таких камнями Что ты скажешь Говорили же это Искушая его Чтобы найти что-нибудь К обвинению его Но Иисус Наклонившись низко Писал перстом на земле Не обращая на них Никакого внимания Когда же Продолжали спрашивать его Он восклонившись Сказал им Кто из вас Без греха Первый брось на нее камень И опять наклонившись Низко Писал на земле Они же услышавши то И будучи обличаемы совестью Стали уходить один за другим Начиная от старших До последних И остался один Иисус И женщина Стоявшая посреди Когда приходит правда Божья Умолкает ложь Когда приходит правда Божья Твои и мои обвинители Умолкают Когда приходит правда Божья У них не остается Никаких аргументов Я знаю, что сегодня В этом зале Особная атмосфера Иисус запланировал Эту встречу Чтобы лично встретиться с тобою И не столько разобраться с тобою Сколько разобраться с твоим окружением Остался только Иисус И женщина Это смысл этого вечера Моя молитва Чтобы на этом месте Сегодня остался только ты И он Я не решаю Он не решает Иисус Приходит к тебе У него есть истина Он пришел для того Чтобы измученных Выпустить На свободу Иисус против того Чтобы кто-то из нас Был жертвой Дьявольского обмана Он пришел освободить Измученных И женщина посереди Иисус Восклонившись И никого не видя Кроме женщины Сказал ей Женщина Где Твои обвинители Никто не осудил тебя Она ответила Никто Господи Никто Это был первый день в ее жизни Когда никто 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 Не обвинял Не осуждал Не оскорблял Не презирал И не приговаривал Ее К наказанию Пусть этот день Станет Для кого-то из нас Уникальным Перекрестным Историческим Когда умолкнут Все обвинительные голоса Когда однажды Можно будет вздохнуть Свободной грудью Никого Кто обвиняет тебя Никто не осудил тебя Никто Господи Иисус сказал ей И я Не осуждаю Тебя Иди И впредь Не греши Это горькое слово Обман Любой обман Оскорбителен И жесток Но как мне кажется Самый бесчеловечный И самый жестокий Это религиозный обман Когда фарисеи С Библией в руках И от имени Господа Лгут И вводят заблуждение Других людей Итак, на карте Человеческая жизнь Все знали статус Этой женщины Все знали Ее профессию Все знали Кто она Никому не надо было доказывать Она порочная Она грешная Она нарушила закон И она виновна Фарисеи уже давно Все решили Они давно уже вынесли Свой последний вердикт Осталась небольшая формальность Получить абсолютное большинство Последняя подпись Последнее одобрение Иисуса Что ты скажешь Друзья мои Меня эта строчка восхищает Он не обращал на них Никакого Внимания Друзья Это момент истины Не все Что говорят фарисеи Говорит Бог И не все Что говорит Бог Говорит синагога Истина Во Христе Иисусе И для того чтобы разобраться Где правда И где истина Нужна личная аудиенция И личная встреча с ним Он молчал Его молчание сбивало с толку Как будто не по правилам игра Добычу окружали Словно волки Ревнители добра Иисус А что ты скажешь Иисус Нам важна Твоя точка зрения Как смотрит Бог На грешников И на грешниц А ведь друзья Это не вопрос Не праздный Этот вопрос Каждый из нас Задавал тысячу раз В жизни Особенно в тот момент Когда ты падал Когда ты делал зло Когда ты знал Что ты грешник И ты аккуратно Смотрел на небо И задавал вопросы Ладно Друзья осудили Ладно Родственники осудили И даже я сам себя Но что Небо Думает на этот счет Как Бог Смотрит На грешников И на грешниц Нам всем нужна Спасительная правда И часто задавая Эти вопросы Фарисеям И религиозным вождям Как смотрит Бог На грешных людей Мы слышали Стандартный ответ Бог свят Он ненавидит грех А если грех в тебе Он отвергает грешника А если Бог отверг Жди наказание И точка А когда ты пытался Объяснить Что на самом деле Ты другой На самом деле Желание добра У тебя есть И чтобы сделать Это добро Иногда не хватает силы И ты спотыкаешься Если даже сегодня Грех сильнее Но есть надежда Что завтра В жизни может все Поправиться И ты пытаешься Эти тонкие материи Объяснять этим вождям И авторитетам Но никто тебя не слышит И разбираться И разбираться в этих тонкостях Никто не собирается И как долгоиграющая Пластинка Одно и то же Бог свят Бог ненавидит грех Если грех в тебе Это значит Бог тебя отвергает А если Бог отверг Жди наказание И чем чаще Мы это слышим Тем больше Мы начинаем верить этому Виновен Грешен Недостоин Обречен Отвержен Как страшное клеймо Как страшная печать проклятия Виновен Грешен Недостоин Обречен Отвержен Достоин смерти Практически именно так Сформулировали фарисеи Своё отношение К этой несчастной Женщине Всё было готово Для казни И палачи с камнями И вердикт Последняя подпись Но вдруг Но вдруг Как гром Среди ясного неба Прозвучало Я Не осуждаю Тебя Это их мнение Но я не из их компании Это они Осудили тебя И приговорили К смерти Но у меня Другая точка зрения Я Не осуждаю Тебя Никакой подписи Никакого Одобрения Я Не осуждаю Она Впервые Слышала Это Я раньше Никто Об этом Не говорил Как Бог Смотрит На грешников Всю жизнь Говорили Бог Осуждает Бог Ненавидит И Бог Наказывает За то Что ты Грешен Бог Забирает У тебя И то И другое Третье И вдруг Звучит Я Не сужу Тебя Впервые Как будто Свет Издалека Проник В ее Сумрачную Проклятую Жизнь Кто-то Один Имеет Другое Мнение А может быть Кто-то И здесь Впервые Слышит Это Где Обвинители Твои Их Нет Никто Не осудил Тебя И я Не осуждаю Тебя Друзья Это чудо Судьба Обманутых Людей Кардинальным Образом Меняется Когда Выходит На дорогу Правда Божья Апостол Павел Говорит Я не стыжусь Благовествования Христова Потому что Оно Есть Сила Ко спасению Всякого Верующего И в нем Открывается Правда Божья И правда Божья Заключается В том Что Бог Не осуждает Тебя Что Бог Любит Тебя И его Правда Является Спасающей Место Планируемой Казни Кровавой Расправы Превратилось В место Божественной Милости Прощения И любви Религиозное Вранье Закончилось Обвинители И палачи Ушли И наступила Тишина И наступила Тишина Прозвучали Негромкие Шаги Легла Сильная Но добрая Рука Ей на плечо И прозвучал Голос Я Не осуждаю Тебя И это Правда Вы ждали Мой ответ Вы спрашивали Меня А что Ты скажешь И я Скажу Я Не осуждаю Эту Женщину Как смотрит Бог на Грешников Бог Любит Грешников Но Ненавидит Грех Видите В чем Обман Религиозный Обман Заключается В том Что Дьявол Драгоценную Человеческую Душу Смешивает С его Пороками И Грехами И Называет Это Комком Грязи И Выкидывает На свалку Но Правда Божья Заключается В том Что У Бога К человеку Одно Отношение А К греху Другое Отношение Бога Бог Человека Любит Ценит Потому что Бог Сотворил Человека И он В него Вложил Свой Образ И Подобие А грех Он Ненавидит Потому что Грех Увел Человека От Бога И Воля Божья Не в том Чтобы Грешник Погиб Но В том Чтобы Он Имел Жизнь Вечную И Бо Так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Своего Единородного Дабы Всякий Верующий В Него Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную И Здесь Иисус Провел Принципиальную Границу Скажите Мне Пожалуйста Когда Корона С бриллиантами Вдруг По какой-то Причине Падает В грязь Становится Она Грязью И Если Даже Толстый Слой Этой Грязи Покрывает Эту Золотую Корону Обесценивается Ли Она Конечно Нет Обман Дьявола Заключается В том Что Он Сознательно Обесценивает Золото И Бриллианты И Если Грязь Прикасается К этому Драгоценному Металлу Дьявол Жет И Говорит Золото Золото Утратило Свою Ценность Но Правда Божья Состоит В том Что Бог Вещи Называет Своими Именами Золото Это Золото А Грязь Это Грязь И Иисус Никогда Не Будет Обесценивать Драгоценную Человеческую Душу Созданную По Образу И Подобию Божьему Библия Говорит Что Человек Это Венец Творения Это Корона Божья И Если Это Корона Вдруг Упала В грязь Она Не Утратила Своей Ценности И Кто То Должен Услышать В этом Зале Что Каким Бы Не Был Человек С Какими Бы Пороками И Грехами В Глазах Божьих Человек Остается Драгоценностью Золотой Короной С Бриллиантами И Бог Так Возлюбил Этот Мир Что Одал Сына Своего Единородного Дабы Всякий Верующий В Него Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную Дьявол Пришел Чтобы Разбросать Эти Божьи Сокровища По Всему Лицу Земли Втоптать Их В грязь Но Иисус Пришел Для Того Чтобы Эти Сокровища Собрать С этой Земли Поднять Очистить Грязь Омыть Своей Кровью И Возвратить Человеку Утраченную Цену Утраченную Красоту И Блеск Халлелуйя И Мы Вчера Были В грязи И Мы Вчера Были Грешники И Мы Вчера Служили Дьяволу Обманутые Жертвы Но Однажды Встретился Иисус Однажды Он Посмотрел На Нас И Сказал Любовью Вечную Я Возлюбил Тебя Поэтому Простер К Тебе Благоволение Сквозь Толщу Моего Несовершенства Сквозь Толщу Наших Проклятий И Греха Он Видит Драгоценную Человеческую Душу И Он Говорит Я Не Осуждаю Тебя Я Не Обесцениваю Тебя Я Люблю Тебя Я Пришел Ради Тебя Иисус Сказал Я Пришел Не Судить Мир Я Пришел Спасти Этот Мир Халлелуя Я Абсолютно Убежден Я Никогда Не Смогу Спасти Человека Если Я Его Осуждаю Под Подосуждением Невозможно Спасти Человека Запомните Друзья Наш Иисус Такой Прекрасный Он Такой Чудесный Он Дает Мне Право На Ошибку И Он Дает Мне Право На Ее Исправление Когда Я Падаю Когда Я Делаю Зло Я Ожидаю Что Встретится Иисус И Будет Мне Опять Говорить Что Зло Это Зло А Грех Это Грех Осуждая Меня Невозможно Спасти Меня Потому Что Осуждение Ведет На Эшафот А На Эшафоте Происходит Казы Осуждение Никогда Не Исправит Человека Осуждение Испортит Человека Осуждение Человека Делает Озлобленным Разочарованным Осуждение Делает Человека Затворником И Обреченной Жертвой Друзья Мои Нереально Изменить В жизни Человека Осуждая Его Осуждая Человека Мы Никогда Не Приведем Его К Покаянию Осуждая Человека Мы Никогда Не Исправим Его Характер Послушайте Иисус Пришел К падшей Женщине Которая Даже В церковь Не Ходила Которая Даже Не Покаялась Которая Даже Не Призналась Ни В Чок Которая Просто Дрожала От Ожидания Наказания И Пришел Иисус И Сказал Я Не Осуждаю Тебя Иди И Впредь Не Греши Вы Подумайте Только Если Ты Хочешь Чтобы Человек После Встречи С тобой Пошел И Не Грешил Вместо Осуждения Должна Быть Продемонстрирована Милость Любовь И Понимание Халю Я Знаю Что Здесь Атмосфера Божественной Любви Я Думаю Что Жертвы Религиозного Обмана Должны Сегодня Что То Услышать Давайте Прочитаем Место Это Записано В Римлянам Римлянам Вторая Глава Или Пренебрегаешь Богатством Благости Кротости И Долготерпения Божья Не Разумея Что Благость Божья Ведет Тебя К Покаянию Мы Должны Сегодня Что То Услышать К Покаянию А значит К Исправлению Человека Приведут Необвинительные Религиозные Проповеди К Переменам И к Исправлению Человека Приведет Долготерпение Божье Любовь Божья И Благость Божья Я Я Не Осуждаю Тебя Только В атмосфере Любви И Прощения Человек Может Измениться Я Благодарю Бога Что Во Христе Иисусе Нам Дается Не Только Прощение Грехов Но И Власть Над Грехом И Право Ити И Впредь Не Грешить Я Знаю Что Многие Из Нас Устали От Осуждения То Не Так Сказал То Не Так Поступил Ждали Других Результатов Ждали Другого Поведения И Это Осуждение Как Щупальца Сжимаются На Нашем Горле Иисус Пришел Не Судить Мир Но Он Пришел Чтобы Спасти Этот Мир Он Возлюбил Этот Мир И Сегодня Он Не Судит Тебя Даже Если У тебя Руки По Локоть В Крови Даже Если Тебе Снятся Нерожденные Дети Даже Если Из Десятилетней Прошлости Из Десятилетнего Прошлого Какие-то Воспоминания Душ От Тебя Знай Что Когда Иисус Подойдет К тебе Он Посмотрит В И Скажет Я Не Осуждаю Тебя Иисус С Пониманием Относится К Каждому Из Нас Он Знает Про Нас Все Абсолютно Все Он Подошел К Этой Женщине И Сказал Я Не Сужу Тебя Потому Что Я Знаю В Какой Семь Ты Родилась Я Знаю Кем Были Твои Родители Я Знаю Кто Первый Раз Тебя Изнасил Я Знаю Что На Твоих Глазах Происходило Вокруг Я Знаю Причины Твоего Проклятия Поэтому Я Пришел Не Судить Но Я Пришел Спасти Тебя Я Тебя Не Сужу Я Сужу Грех Который Разлучил Нас Который Эту Бриллиантовую Корону Осквернил У Меня Есть Сила Очистить Чтобы Эта Корона Снова Засверкала Аллелуя Он Не Судит Своих Друзей Петр Отрекся От Иисуса И вы знаете Когда он Встретился С ним На берегу Галилейского Моря Петр Думал Что Иисус Встретится С ним И будет Снова Вспоминать Как Он Отрекался Иисус Не Судил Петра И И Петр Чувствуя Что его Иисус Не Судит Мог Измениться Осуждение Никого Не Изменит Нас Меняет Благость Божья Любовь Божья И Поэтому Исправления В жизни Приходят Когда Саввул Убивал Христиан И Влачил Мужчин И Женщин И Когда Иисус Встретился С ним Он Не Судил Его Он Просто Сказал Саввул Тебе Трудно Идти Против Вражна Тебе Трудно Идти А Кто Ты Я Иисус Которого Ты Гонишь Он Не Осуждал Да Что Там Саввул Вы Знаете Эти же Фарисеи Которые Не Смогли Убить Эту Женщину Они Преследовали Иисуса И Мстили Иисуса И Я Сегодня Хочу Ваше Внимание Перенести На Другое Место То Что Мы Прочитали Вот В этом Месте Где Иисус Встретился С Женщиной Это Было Место Где Не Осуществилась Казань И Была Спасена Только Одна Женщина Я Хочу Сейчас Обратить Ваше Внимание На Другое Место Где Казань Все Таки Состоялась И Благодаря Этой Казани Спасение Получили Все Жители Земли Послание Кремлинам Говорит Что Бог Доказывает Свою Любовь Бог Доказывает Свою Любовь Тем Что Иисус Христос Умер За Нас Когда Мы Были Еще Грешниками Когда Мы Еще Грешили Когда Мы Враждовали С Ним Бог Свою Любовь Доказывает 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 Грешникам Тех Кто Улечен В Прелюбодеянии Те Кто Улечен В Преступлениях Те Кто Сегодня Глумится Топчется По Святыням Бог Доказывает Свою Любовь Каждому Из Нас И Главное Доказательство Это Жертва Иисуса Христа Это Было Место Где Казнь Сорвалась Но На Голгофском Кресте Это Была Казнь Которая Осуществилась Иисуса Связали Это Правда Была Неприемлема Те Же Фарисеи Которые Хотели Уничтожить Эту Женщину Они Собрались Вместе И Сказали Нам Не Нужна Спасительная Правда И Мы Эту Правду Порвем На Клочья Мы Эту Правду Убьем Мы Эту Правду Распнем И Вознесем На Крест Арестовали Иисуса Представляете Себе Иисус Иисус Не Сделал Никакого Греха Никого Не Обманул Его Взяли Как Преступника Били Его И Говорили Это Правда Потеряет Силу Это Правда Больше Никого Не Спасет Это Правда Пусть Отправится На Небо Если Родиной Правды Является Небо Пусть Это Правда И Возвращается На Небо Земля Это Место Обмана Это Было Есть И Останется Дьявол Отказывался Признавать Что Это Правда Спасительная Для Дьявола И Всех Его Слуг Это Правда Была Враждебной И Неприемлемой Его Били Он Был Обезображен Паче Всех Сынов Человеческих Библия Говорит И Мы Отвращали От Него Лицо Свое А Он Уничижен И Наказуем Был На Нем Не Было Ни Одного Живого Места Правда Истекающая Кровью Его Растянули На Крест И Сказали Правда Божья Закончится Вот На Этом Месте И Его Подняли На Крест Кровоточащая Спасительная Правда Обманутые Палачи Пытались Уничтожить Они Говорили И если Ты Сын Божий Сойди Со Креста Меня Знаете Что Больше Всего Удивляет Шокирует Что Больше Всего Меня И Восторгает И Су Иисус Не Судил Эту Женщину Которая Грешила Против Своего Тела Он Не Судил Петра Которая Грешил Против Своего Призвания Он Не Судил Савла Который Грешил Против Церкви А Здесь Палачи Которые Плюют Вицу Которые Бечуют Которые Раздирают Его Плоть И Распинают И Он Висит На Гвоздях А До Смерти Остается Считанные Минуты И Слушайтесь Только Как Он Молится Для Меня Это Вообще Непонятно Он Не Судит Даже Собственных Палачей И Он Говорит Прости Им Отче Ибо Они Не Знают Что Творят Я Склоняю Свои Колени Перед Этой Беспрецедентной Божьей Любовью Прости Прости Им Отче И Каждая Капля Крови Говорит Я Не Сужу Тебя Это Есть Спасение Твое Это Пролитая Кровь Может Очистить Твои Грехи Это Пролитая Кровь Касаясь Тебя Как Этой Оскверненной Золотой Короны Может Вернуть Тебе Чистоту Достоинство Спасение И Благословение Я Не Сужу Даже Тот Кто Забивал Ему Гвозди Причиняя Неимоверные Страды И Суз Говорит Я Не Сужу Тебя Я Для Этого И Пришел Невозможно Спасти Мир Осуждая Мир Мир Можно Было Спасти Только Возлюбив Пожертвовав Отдав Себя Для Спасения Как Смотрит Бог На Грешников И Грешниц С Любовью С Высоты Голговского Креста Хотел Бы Вас Обнять Но Руки Прибиты К Кресту Но Это Доказательство Справа Обманутый Разбойник Если Ты Сын Божий Давай Что-то Сделай И И Сойдем Вместе Но Прозревший Другой Разбойник Он Молится Господи Мы Виновны Мы Грешили По Черному Мы Мы Заслужили Этого Наказать Но Ты Безгреш За Что И За Кого И Во Имя Чего К Злодеям Причтем Вспомни Меня Господь Когда Придешь В Царствие Твое Правда Божья Встречаясь Чудовищной Ложью Освобождай Человека От Страданий И Греха Ныне Же Будешь Со Мною В Раю Мои Уважаемые Друзья Правда Божья Заключается В том Что Бог Возлюбил Этот мир И Отдал Сына Своего Единородного Дабы Всякий Верующий В Него Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную И Сегодня Он На этом Месте И Иисус Сегодня Обращается К Сердцам И Стучится В сердце И Он Говорит Не Хочу Смерти Грешника Но Хочу Чтобы Грешник Обратился От Злых Путей Своих И Жил Зачем Вам Умирать Халлелюя 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 Продолжение следует...